Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В этом полку прибыло в Крае новый зараженный коронавирусом. В Барнауле начали обрабатывать улицы специальным раствором. Опасен ли он для людей? Справляются ли школы Края с дистанционным обучением? За выходные число зараженных коронавирусом в Алтайском крае заметно прибавилось. И случилось то, чего власти старались не допустить. Инфекция вышла за пределы Барнаула. По одному зараженному выявлено в Первомайском, Павловском, Крутихинском районах, Рубцовске, Заринске, Бейске. Что касается последнего случая, то есть сведения, что инфицированный прибыл на Алтай из Москвы, решив переждать пандемию дома. Сейчас общее число больных коронавирусом в Крае 36. Большая часть проходит лечение в Пятой горбольнице, четверо в одиннадцатой клинической. Прорабатывается круг общения зараженных, вместе с тем троих людей, а это первые инфицированные коронавирусом, из больницы выписали. Последние тесты показали, что они здоровы. Пересидеть распространение инфекции дома на больничном предлагают всем работающим пенсионерам старше 65 лет. Уже неделю, как они могут оформить лист нетрудоспособности, оплачивать который будет только Фонд социального страхования. До 19 апреля в Крае действует специальная акция, которая должна замотивировать пожилых сотрудников на законных основаниях соблюдать режим самоизоляции. Работодателям в какой-то мере компенсировать расходы на содержание возрастных работников. Технология уже отработана, поясняет ФСС. Для начала руководитель предприятия должен получить согласие своего пожилого подчиненного об уходе на больничный, затем отправить его данные в фонд. Подать электронную заявку может и сам пожилой сотрудник. Ходить никуда не нужно. В течение дня ФСС проверяет документы и передает в поликлинику, которая уже оформляет лист нетрудоспособности с пометкой «Карантин». Желающих получить его уже около 3000 человек. Больничное пособие начисляет, повторим, только Фонд социального страхования. На карту пенсионера деньги переводят не позже, чем через неделю. Тем не менее, есть несколько ограничений для оформления такого больничного. Действие данного постановления по оформлению листков нетрудоспособности не распространяется на граждан, находящихся в отпуске с сохранением заработка, то есть в очередном оплачиваемом отпуске, либо осуществляющие свою работу на дистанционной основе. Так как за этот период они уже получают компенсацию в виде заработка, либо средний заработок при оплате отпуска. И также из периода оплаты вычитаются дни освобождения от работы по иным случаям заболевания, травмы, либо ухода за ребенком, а также периоды освобождения от работы с полным или частичным сохранением заработка. Можно и нельзя в страстной неделе. Сегодня у православных началась неделя обязательных молитв и строгих ограничений. Семь дней перед Пасхой следует соблюдать ряд правил. К примеру, в страстную седмицу нужно провести генеральную уборку и сделать это необходимо до так называемого чистого четверга. Вышесточается пост. В идеале православные переходят на сыроедение и воду. Нельзя играть свадьбу, крестить детей, поминать умерших. В церквях все службы и обряды посвящены Иисусу Христу. Под запретом любые развлечения и праздники. К другой теме. Вместо школьной парты домашний компьютерный или даже кухонный стол. С сегодняшнего дня, сразу после каникул, все алтайские ученики перешли на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса. Насколько быстро смогли перестроиться на новый режим учебы учителя, дети и уж тем более их родители, расскажет Валентина Аскерова. Своеобразный шок у родителей случился. Давайте для примера я вам покажу субботнюю переписку. Ну просто интересно, да, в 12 минут начали и закончили, закончили часов, наверное, в 9. Уважаемые родители, я выставила в сетевом городе на 13 число учебные файлы. Вы можете заходить, скачивать, знакомиться с информацией. Ознакомиться с информацией получается через раз. Система город, где школьники теперь получают задания, в очередной раз подводит. Нас предупредили, что система частенько как бы дает сбои, потому как очень много пользователей. Ну вот да, вновь ошибку показывает. Есть, конечно, и план Б. Учителя дублируют задания на почту или ватсап. Уже в пятницу третиклассница Карина получила задания на всю следующую неделю. Объем большой, да и проблем немало. Если раньше тему объяснял учитель, то теперь ответственность за усвоение программы ложится на плечи родителей. Имена прилагательные изменяются по родам, по числам и по подержам. У меня мама вот один день, например, со мной делает, а второй день она уже езжает на работу, и мне приходится делать это с бабушкой. Если я что-то не понимаю, я пишу своему учителю и говорю то, что я что-то не понимаю, и она мне немного помогает. Кстати, ребенка нагружает по полной. Есть даже задания по музыке и то и физкультуре. Слава богу, не как в Калининграде, где учителя высылают видеоуроки по плаванию. Рон Мерфи – бэкстрок-чемпион. То есть единая территория, которая делится на субъекты. Татьяна Янкина – учитель истории в 97-й школе. Учит детей по скайпу. Наглядно доказывает, что учитель в период пандемии не выпадает из жизни ученика. По видеосвязи объясняет, дискутирует, отвечает на вопросы. Говорит, конечно, не всегда урок проходит гладко. Компьютеры учеников зачастую выходят из строя. Но это не повод паниковать. Если у ребенка вдруг зависает компьютер, ему сообщается, чтобы он не волновался. Запись все равно продолжается идти. Он может потом пересмотреть тот участок, который пропустил. Перед стартом дистанционного обучения, рассказывает Татьяна, в школе провели мониторинг на наличие технических средств. У большинства они есть. У кого нет, задания передает классный руководитель. Кстати, в день за импровизированной школьной партой дети должны проводить не дольше двух с половиной часов. Этого вполне достаточно, чтобы ученик в дальнейшем смог освоить тему самостоятельно. Правда, в перерывах между уроками дети должны отдыхать, напоминают педагоги. Находясь на таком вот виде обучения, дети должны за это время делать небольшие гимнастики, расслаблять глаза и также вставать из-за своего рабочего места, для того, чтобы тело тоже не было в напряжении. Министр образования Максим Костенко в конце прошлой недели провел пресс-конференцию, где рассказал, что система образования перестраивается с классноурочной на цифровую впервые за 500-летнюю историю. И это вынужденная мера. Никто специально не настраивался на такой формат работы. Поэтому ко всем сложностям и проблемам нужно отнестись с пониманием. В крае мы определились, что ключевым входом для организации удаленного обучения у нас является сетевой регион. В настоящее время мы завершили все работы, вот сегодня завершаем все работы по увеличению. Примерно в пять раз увеличивается мощность сетевого региона. Это позволит нам, мы надеемся, избежать резкого, вернее, сложности в связи с резким наплывом пользователей. Он также напомнил, что те школьники, у которых нет компьютера и доступа в интернет, а таких в крае 30 тысяч получат задания на бумажном носителе через классного руководителя. Максим Костенко также пояснил, что возможно в связи с пандемией будет до 7 июня продлен учебный год. Но коснется это лишь выпускников 9 и 11 классов. До этого времени преподаватели должны успеть провести все консультации. Валентина Аскерова, Николай Шелко. День с толком. Дороги Барнаула станут чище в связи с профилактикой коронавируса. Теперь их регулярно в еженедельном режиме обрабатывают специальным обеззараживающим раствором. Когда на дороги выходит спецтехника и опасна ли дезинфекция для горожан, в следующем сюжете. Ночь, улица, фонарь, дезинфекция. Теперь барнаульские вечера проходят в таком режиме. В список на обработку попала 171 городская магистраль. В первую очередь, конечно же, обрабатываются те улицы, по которым у нас проходит самое большое количество транспорта. То есть там, где самая большая проходимость. Мы говорим и про общественный транспорт, и про личный. Также, помимо этого, у нас учитывается то, что дорога, конечно же, должна быть с совершенственным покрытием, ну то есть асфальтированно. Также обрабатывают тротуары, площади и остановки. К слову, в городе более 600 остановочных павильонов. Дезинфицировать дороги мы будем только в ночное время, после 10, после 22 часов, верно говорить, при устойчивых температурах. Нам надо, чтобы у нас смесь, ну если так грубо говорить, чтобы она не замерзла. Нам нужны положительные ночные температуры и отсутствие дождя. Мы ничего нового не изобрели. Данные составы водные обеззараживающие используются для обработки чисто питьевой воды и также для обработки источных вод, которые мы сбрасываем в реку после очистки. Жидкость, которую обрабатывают дороги и общественные территории, это всем привычный 0,5% раствор хлора. За его концентрацией следит специальная служба. Проведено исследование атмосферного воздуха на содержание загрязняющего вещества хлора после пробной обработки за территорией города. Результаты были в пределах предельных допустимых концентраций. Чтобы уберечь город от коронавируса, ночами на работу выходит до 30 человек и 12 спецмашин автодорстроя. Все водители обеспечены средствами защиты. Безопасность движения автоколонной обеспечивают сотрудники полиции и ГИБДД. Всего предстоит обработать более 4 миллионов квадратных метров проезжей части. Дарья Демиллер, День с толком. В связи с пандемией в регионе появился новый вид мусора – защитные маски. Опасны ли они для окружающих, требуют ли особенной утилизации, выяснял Никита Ермаков. Антисептик используют после каждой загрузки. Барнульский рекоператор усилил меры санитарной обработки экипажей. Был проведен неплановый инструктаж для сотрудников. Сотрудникам выданы антисептические средства, каждое транспортное средство. После забора контейнера они, садясь в автомобиль, проводят дезинфекцию своих рук и необходимых поверхностей, для того, чтобы дальше двигаться по маршруту. Несколько недель, как в Барнауле в мусорных контейнерах, появились новые отходы – защитные маски. С каждым днем пандемии их становится все больше. Да, сейчас много выбрасывается, и граждане не понимают, что нужно в пакетик их складывать. Бывает, что прямо выбрасывают, что просто маска валяется, без ничего, не защищена ничем. Действительно ли защитные маски, которые люди носят в течение дня, а затем выбрасывают, как обычные отходы, представляют опасность? И необходимо ли их утилизировать, к примеру, как медицинские отходы? Как пояснили нам в Роспотребнадзоре, согласно постановлению, эпидемическую и токсическую опасность для здоровья человека представляют лишь мусор, который выбрасывают в больницах. Шприцы, капельницы, халаты, простыни. Остальное к медицинским отходам не относят. Маска, которую человек использует в индивидуальных целях, ну для того, например, чтобы пойти в общественное место куда-то, либо на общественном транспорте проехать, она по вот этим критериям, она не подпадает под медицинские отходы. То есть при посещении продуктового магазина или при общении в общественном транспорте мы общаемся с людьми, с такими же, как мы, у которых нет диагноза, у которых нет этой клиники. И то есть маска, что сказать, что она чем-то заражена, нет. И все же сотрудники Роспотребнадзора советуют, перед тем, как утилизировать маски, обработать их антисептиком и сложить в отдельный пакет. Лишь затем отправлять в мусорное ведро. Такой путь поможет и вам спать спокойнее, будете уверены, что сделали все возможное, чтобы обезопасить себя и окружающих. Никита Ермаков, Андрей Печоркин. День с толком. Вагоны обрабатывают, количество рейсов сократили, а деньги можно вернуть даже за невозвратные билеты. Заместитель генерального директора российских железных дорог ответил на самые злободневные вопросы в связи с коронавирусом. Мы сейчас не прерывали полностью железнодорожное сообщение с какими-либо регионами. Мы просто его оптимизировали от того потока, который сейчас сложился на этом направлении. При этом это сделали таким образом, чтобы пассажиры всех станций попутных остановок, где были остановки, эти остановки появились у тех поездов, которые остались в обращении. Деньги можно вернуть даже за невозвратные билеты, не выходя из дома, онлайн или по телефону. Правда, за деньгами позже придется прийти в кассы. При этом РЖД не берет деньги за процедуру возврата. Раньше она стоила 210 рублей. Этот сбор отменили до 1 июня. Все составы обрабатывают перед отправлением, а также 4 раза в сутки во время следования. В вагонах и на вокзалах появилась разметка, чтобы пассажиры соблюдали дистанцию. Алтайские моржи поставили небольшой спектакль о коронавирусе. Своей постановкой они хотят сказать, что враг не так уж и страшен. Особенно для тех, кто закаляется и ведет активный образ жизни. Ай, ой, ай, а ты тогда, это коронавирус. Ты дай я коронавирус и падаешь там в омороке в этом снегу, аж я погибаю. Вот, покойно, покойно, вот, прошло. Карантинную зону прошел. Идем. Алтайский морж, рекордсмен книги Гиннесса, а сегодня режиссер Зеленецкий. Федерация плавания «Белые медведи» на время превратилась в антикризисный театр. Главные герои – алтайские моржи. Их антипод – коронавирус, который, по мнению моржей, боится снега и холодной воды. Ай, ой, 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 она холодная, я помираю. На прямые руки, на прямые руки подняли его. На прямые руки. Ай, ой, ой, коронавирус, коронавирус. Что же это вам, негодяев, терроровируса? Воду его! Воду, холодную, в ледяную воду! Аплодисменты, тащим его! Томин! Раз! Держим, 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 корона осталась, все. И отошли в сторону от него. Несколько неожиданно, если честно. Не готов был. Но так коллектив решил. Почти 67-летний морж Зеленецкий, который, по идее, должен находиться на самоизоляции, признается, что и так проводит сейчас дома времени больше, чем обычным. Кстати, белые медведи заявляют, что обладают уникальным иммунитетом, благодаря которому не могут заразиться коронавирусом. Это при том, что вирус новый и у человечества нет к нему антител. Во многих городах России, даже за рубежом, нет людей, занимающих зимним плаванием, которые, в общем-то, болеют разными заболеваниями, в том числе и коронавирусом. Поэтому нам повезло, что мы везем здоровый образ жизни. Все, коронавирус уничтожен, можно плавать! Воду, ребята! Ура! 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 Ну, все-таки моржи – это моржи, но не стоит забывать, что настоящий коронавирус мы еще не побороли и даже не прошли пик заболевания. Значит, наверное, самое лучшее, что сейчас мы можем сделать – это побыть дома. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании Валар. До встречи в эфире. До встречи в эфире. До встречи в эфире.